Привет, меня зовут Любовь Шанеман, а значит в эфире Выдумщики.ру. С каждым годом ассортимент товаров для маловарения становится все больше и больше. Не мудрено, что многим новичкам, иногда даже очень продвинутым маловарам, становится сложно угнаться за новинками и трендами в маловарении. Для того, чтобы вы не пропускали новинки в маловарении, мы раз в три месяца разыгрываем нашу фирменную коробку на видом от выдумщиков. Она настолько желанна, что некоторые наши клиенты просят собрать для них индивидуальную коробку с, пожалуй, лучшими товарами для маловарения. Сейчас запросов становится все больше и больше. А все потому, что ориентироваться в товарах для маловарения с каждым днем становится все сложнее. Какие пластиковые формы сейчас в моде? Какие силиконовые формы самые удобные? Какие красители подойдут для конкретной задумки? И сколько нужно мыльной основы в работе? Некоторые возмутятся и скажут, что проще потратить час или два и изучить информацию на сайте. Но это как подбор личного гардероба. Кто-то с легкостью покупает нужные вещи, но большинство из нас совершают ошибки. И от этого в наших шкафах копятся ненужные вещи. Стилист спасает от ошибок и помогает не потратить лишних средств. Экономит ваше пространство на полках. Так же и с маловарением. Кухни у большинства не такие большие. Поэтому давайте экономить деньги в месяцах. Сегодня у нас поступил запрос на самую модную коробку. То есть в одну коробку мы должны собрать самые трендовые новинки, которые сегодня на рынке возможны. И для начала мы, конечно же, возьмем нашу фирменную и очень красивую белую коробку. Она довольно внушительных размеров, поэтому сюда у нас войдет предостаточно разных, полезных и очень нужных штук. А сейчас пойдем в магазин и будем все это собирать. Начнем с мыльной основы, потому что это основа всего маловарения. Сегодня предлагаю взять основу Start. Это уникальная, эксклюзивная основа, которую можно найти только у нас в магазине «Выдумщики.ру». Больше она нигде не продается. И уникальна она тем, что подходит абсолютно для любого мылоручной работы. Хотите мелкую заливку, хотите большие мыло-поднарезку с ней делайте. Она абсолютно универсальна. И это очень-очень удобно. А также возьмем белую основу. Я предлагаю взять сегодня Актив СЛС Фри Ве, потому что она имеет идеальный матовый оттенок и классно красится любыми красителями. В ней не нужна передозировка красителя. Кладем ее в корзинку. Для окрашивания я предлагаю взять красители Pro Color. Сегодня мы выбираем модные оттенки, поэтому берем красный краситель Pro Color. У нас надвигается весна, поэтому без цитрусового и изумрудного мы не обойдемся. Еще один девчачий оттенок это фиолетовый. Вы поймете, почему я беру фиолетовый, когда мы начнем подбирать формы. И туда же мы кладем лазурный. Примерно такой набор красителей нам сегодня понадобится. Итак, а сейчас мы подберем отдушки. Опять же напоминаю, что приближается весна, поэтому некоторые отдушки будут иметь отсыл к очень приятной паре. Я предлагаю взять сирень, потому что она цветет одной из первых. И, конечно же, многим-многим напоминает о весне. Также у нас будут очень-очень милые формы, поэтому я предлагаю взять отдушку молочный шоколад. Она идеальна для всяких таких милошей и очень классных зверят. Еще одна отдушка, которая нам пригодится, она будет более нейтральной и понравится не только женщинам, но и мужчинам. Я предлагаю взять отдушку весенние травы. И возьмем еще одну очень-очень популярную отдушку, называется она черника. Она в мыле выглядит достаточно нейтрально и подойдет как для цветов, так и для сладких форм, и для всяких зверят тоже будет очень-очень актуально. А теперь пойдем дальше. А сейчас нам понадобится совсем немножко цветной основы в 200-граммовой фасовке. Она очень удобна, потому что ее можно использовать в качестве красителя и как самостоятельную основу. Всегда я предлагаю практически в любую коробку положить шоколадный цвет. Во-первых, его очень-очень сложно добиться, а во-вторых, он настолько красивый, что никого не оставит равнодушным. Также один из сложных оттенков это травяной. Я тоже предлагаю положить его в коробку. Во-первых, весенняя коробка, во-вторых, цвет очень красивый, и ее вполне можно использовать в качестве красителя. Также берем красивую основу печенька. Тоже предлагаю использовать ее как краситель и в некоторых формах как самостоятельную основу. И еще одна основа фиалковая. Сложный фиалковый оттенок. Мне кажется, что девочкам он как раз очень-очень понравится. Идем дальше. Главный тренд этого сезона наши плюшевые зверята. Они никого не оставили равнодушным. И сейчас я выберу тех зверят, которые пользуются самым большим спросом. Это наш ежонок. Вот такой вот он колючий, но очень милый. Енотик. Его достаточно непросто заливать, но при этом он всегда получается идеальным. Сюда же мы отправляем совунью. Ее вы наверняка видели в заливках у самых популярных маловаров. Туда же мы отправляем в челенка нашего. Вот такого вот милого. Без бегемотика мы сегодня не обойдемся. Туда же идет слоненок. Жирафик. И львенок. И завершим мы наш марафон с совенком. Он другой, не такой, как совунья. Но при этом его очень любят девочки. Еще один хит – это наши словечки. Без которых сейчас тоже невозможно представить ни инстаграммы, ни другие социальные странички популярных маловаров. Я кладу самые нейтральные слова, которые подойдут абсолютно каждому человеку. Это пожелания счастья, любви, здоровья. А сейчас давайте подберем упаковку для нашей милоты. Сегодня предлагаю не совсем стандартный выбор. А предлагаю взять очень яркие и очень-очень вкусные коробки. Кстати, они подходят не только для мылоручной работы, а идеальны, например, для хендмейт-кондитерских. Смотрите, сюда можно положить и пирожный макарон, и пончики, и какие-то очень вкусные эклеры. Будет здорово выглядеть. Но для наших зверят они будут более чем актуальны. Я предлагаю положить пять коробок. Сейчас я хочу подобрать наклеечки для заклейки коробок. Это выглядит всегда очень-очень мило. И опять же предлагаю варианты достаточно нейтральные, которые подойдут как мальчикам, так и девочкам. Это наклеечки такие «Целую», «Думаю о тебе». И еще одна наклейка «Спасибо». Вот такая милота. Завершающим штрихом будет наполнитель. Я подобрала три разных цвета, которые можно смешать между собой, например. Вот, собственно, наша коробочка и готова. Сейчас нам осталось ее только закрыть и отправить нашему клиенту. Но перед этим я хочу ее подписать, потому что я собираю коробки только от 3000 рублей. И для того, чтобы клиенту было очень приятно, и он понял, что собрала ее лично я, я подписываю эту коробку. А если вы хотите посмотреть некоторые другие коробки, которые я собрала, зайдите по хэштегу «Собрана любовью». На этом у нас все. А коробочка отправляется к своему владельцу. Субтитры сделал DimaTorzok